Дорогие друзья, я хочу вам сейчас что-то сказать по-русски. Не знаю украинского языка, но не знаю русский язык. Мы здесь, для вас, мы здесь говорим об этом, что человек спасается через веру по Божьей благодати, через веру в Иисуса Христа, потому что Бог стал человеком. Он пришел в этот мир и умер за тебя, за все твои ошибки, за все твои болезни, за всю твою удержимость, за все твои грехи. Он умер, чтобы ты мог выйти на свободу. И это не есть какая-то сказка. Это реальность, это духовная реальность, потому что небеса существуют, а существует. И ты здесь, живя, на этой земле, решаешь, куда ты пойдешь, когда твоя человеческая плоть умрет. Ты здесь решаешь, что будет с тобой после смерти. Если ты хочешь жить вечно, ты должен обратиться к этому, который есть источник жизни. Источник жизни — это Иисус. Источник жизни — это Иисус. Он может тебя спасти, если ты придешь к Нему. Если ты поверишь в Него, если ты Ему попросишь, чтобы Он был твоим Господом и Спасителем, Он придет, потому что Он верный. И Он спасет тебя. И ты будешь жить вечно, если только захочешь. Если ты только Ему поверишь. Это не трудно. Нужно просто поверить в своем сердце и завозвать Его. Он близко, Он недалеко. Это Бог силы. Это не какой-то скучный дядя. Он... Это Бог силы. Он здесь. И Он любит тебя. Но... Ты должен смириться перед Ним. Принять Его как своего Господа и Спасителя. Если ты этого не примешь, то просто пойдешь в ад, потому что только этот человек, который примет Иисуса, который примет Его в святую же, может быть с Богом, потому что Бог свят. Здесь, на этом месте, Бог говорит к вам, нашими... Через нас, через меня, через моих друзей. Бог говорит к вам о спасении. Я хочу вам еще что-то сказать. Иисус возвращается сюда, на эту землю. Уже быстро. И Он вернется, как судья, как царь царей. Пока есть возможность покаяться. Потому что сейчас время Бога дать. Потому что, когда Он вернется, будет слишком поздно. И для этого пользуйся этим временем, которое сейчас. И приди к Нему. Поверь в Него, а будешь жить. Субтитры Продолжение следует...